К нам приезжает Никита Михалков с его спектаклем «12». Столичный бум звездных артистов ждет Хабаровск на этой неделе. В город приехали большие гастроли и привезли артистов Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Сам художественный руководитель в спектакле «12» выступил и как режиссер-постановщик, и как артист. Я хочу сказать, что прилетит 100 человек на отдельном самолете. Это будет нечто невероятное и, мне кажется, интересное даже с точки зрения технической части театра. Сам Хабаровский драматический театр в начале сезона удивит своими детективными премьерами. «Кто убил Джо?», «Восемь любящих женщин» и «Рыбак на озере тьмы». Уже с 27 сентября начинается подготовка к одной из основных премьер сезона. Зрители увидят «Грозу» Островского. Также зрители увидят в театре Никиту Туранова, который еще сутки назад был ведущим солистом Краевого академического музыкального театра. Переход артиста в театр драмы стал неожиданностью. Надо сказать, что здесь много и музыкальных спектаклей, поэтому я так предчувствую, что какое-то такое место определенное мне удастся занять в этом театре. Тем более здесь прекрасная труппа, прекрасные постановки. К слову, я не покинул музыкальный театр. Я буду с удовольствием работать в те спектакли, в которых я уже был ранее заявлен по возможности. В преддверии сезона на сборе труппы театра артисты обсудили будущие премьеры и грядущие гастроли в Брянский областной театр драмы имени Алексея Толстого. Мы везем с собой туда семь спектаклей. Я сейчас все не буду перечислять, но наши такие фирменные спектакли, шоу только для женщин, это фестивальные спектакли «Собачье сердце», это «Яма». То есть такой набор достаточно разнообразный. Естественно, детский спектакль мы везем, Василиса прекрасная. А Хабаровск уже встретил ведущих артистов столичных театров, прибывших на фестиваль кино и театра «Амурская осень». В музыкальном театре по красной дорожке прошли Аристар Хлеванов, Александр Пашутин, Ольга Хохлова и многие другие. Уже сегодня начинаются показы спектаклей и фильмов, заявленных в конкурсной программе.